Добрый день! Меня зовут Роман Масленников. Я занимаюсь раскруткой бизнеса с помощью медиавирусов более 10 лет. Из серии моих видеороликов вы узнаете об эффективных инструментах взрывного пиара и не только. Итак, первый инструмент – формула ППЦ. Пипец! Сейчас я раскрою продвинутую версию этой формулы. ППЦ – это парадокс, повестка дня и ценность. Парадокс – это первая составляющая информационного повода, которая имеет сильный новостной потенциал. Это то, чего просто не может быть никогда, ни при каких обстоятельствах. Как говорится, если собака покусала человека – это не новость. А вот если человек покусал собаку – это уже да. Новость! Согласитесь! Какие могут быть парадоксы? Например, ваш товар можно поместить в обстоятельства, в которых он находиться не может. Например, вы продаете яблоки. Где их можно продавать? На базаре, в магазинах, в электричках. А где яблоки нельзя продавать? Например, нельзя продавать их в космосе. Как ты туда долетишь? В офисе или перед офисом Apple или Samsung? Нельзя продавать. Вот именно такой парадокс вам нужно придумать. И не один, а минимум десять. Не всегда первые идеи оказываются достаточно креативными. Чтобы сварить хорошую идею, мы у себя в агентстве придумываем 100 парадоксов. Повестка дня. Это ньюсджекинг во всей красе. Буквальный перевод слова – пиратство на новостях. Привязка того, что вы придумали, к тому, что творится за окном. И в лентах новостей. В Яндекс новостях, в Гугл трендах, темах ВКонтакта и Твиттера, в топе блогов живого журнала, в международных новостных агентствах и так далее. Возьмем те же яблоки, которые вы продаете. Смотрим, что в новостях. А там первая новость про гаджеты. И вот мы пишем новость, что ваши яблоки стали раздавать или продавать на премьере новой версии телефонов Samsung. Или яблоками закидали самсунговцев. Если это еще и пресчет полиция, для новостей это будет только лучше. Почитайте статью на эту тему «Ньюсджекинг по-русски» или «Как малый бизнес сервис на больших новостях». Там об этом говорится подробнее. Ценность – это то, что вы хотите донести до потребителя. Либо это может быть ваш бренд. Даже если редакторы выражают бренд, все равно будет понятно, о чем идет речь. К примеру, вам в банк подкинули котят, а сердобольный сотрудник взял их и теперь ищет для них хозяев. Название банка может не сообщаться, но мы видим у сотрудники брендовую одежду, бейдж с логотипом банка. И мы понимаем, что если котят подбросили в банк ночью, то банк работает круглосуточно. Или у вас компания доставки. Ваш курьер куда-то что-то везет и с ним что-то случилось по пути. Курьера показывают – это привлекательная девушка модельной внешности. И все понимают – о, здесь работают прикольные девушки. И стоит только сделать доставку, можно будет попросить у них телефончик. И, возможно, придется полакомиться не только пиццей. Вы донесли ваше конкурентное преимущество. У вас работают красивые, приятные люди. И такие ценности пиарятся, как вы заметили, только исподволь. В идеале, если наряду с ценностью, вы упомянете и сам бренд. Но об этом будет отдельное видео. Итак, у вас есть ППЦ – это база формулы информационного взрыва. Что же такое DEU? Д – это действие. Думайте, как на пиар-акции избежать статики. Как говорит мой коллега по пиар-агентству Бернейст Олег Воронин, лучше митинг, чем пикет. От себя добавлю. Лучше драка на митинге, чем просто митинг. Лучше драка, которая переходит в стриптиз, чем просто драка. Динамика – это будущие прямые эфиры. А значит, больший охват для аудитории ваших будущих клиентов. You – это юмор. Добавьте в вашу пиар-акцию элемент комедии. Пусть ее читают с улыбкой на лицах, в новостных лентах. И так слишком много негатива. И тут вы – с юмором. Вы запомнитесь просто на контрасте, потому что развлечете людей. Многие наши новости попадают даже в популярные юмористические выпуски. К Задорнову, например, про продажу индульгенции со скидкой до конца света, к Уральским пельменям, как это было с разведчиком-мартышкой, или к Мурзилкам Интернешнл, как было с законом о русской сиесте. Итак, продвинутая формула информационного взрыва. Парадокс, повестка дня, ценность, плюс действие и плюс юмор. Идеальная пиар-акция готова. Пользуйтесь и присылайте ваши фидбэки об успехах в комментариях. Если у вас возник вопрос, задайте его. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И это был наш первый выпуск серии полезных советов про пиар. Продолжение следует.